приезд украинского попрошайки прокомментировал и трамп дональд назвал приворожского скомороха величайшим в истории торгашом но по большому счету ничего они там не показали дали мне четко и ясно понять что конечный мой итог один дьявол он человека искушает по-разному пришел счет за месяц и 429 рублей на человека крымэнерго придется вводить не графики отключения электроэнергии а графики ее включения сказать что прям у нас все хорошо что все красиво этого тоже не скажешь так мужик себя просто загнал на дно хай проверят заслуживает ли она свое место привет друзья меня зовут Олена Курбанова и вы на моем ютюб-канале курбанова лайф а это звестно ж свежий выпуск и розбир російськой пропаганды их кренджатини и того что они наговорили за паре евреям вы же не забывайте что мы из вами найактивнейшие учасники информационной войны и так так нам кончено необходимо отстреливаться от россиян и от их пропаганды тож не забывайте лишать нам подобайку для поширения всей зібрано информации и звестно подписывайтесь на ютюб-канал курбанова лайф аби знати більше и аби знати про все першим приехали значит на заправку брянская область а тут такое сейчас покажу опа решетка барбекю дальше булунки пойдем посмотрим а кто ж там прячется опа вот такие суровые заправки городской области люди которые встретили меня с фронта дали мне четко и ясно понять что конечный мой итог один это обнуление и при этом они используют физическое насилие ранее я написал объяснительную откуда у меня появились побои меня заставили написать то что я упал в расположении когда нес боевое дежурство по роте так что мне наверно придется сегодня покинуть расположение либо сегодня либо 21 числа либо 22 буду ждать удобного момента иначе я не знаю что будет с моей дальнейшей судьбой наступное видео особисто для меня одни из крутых за останний час фавориты я бы их так збирала в окремую колекцию в таку собі электронную кунсткамеру потому что иногда здаясь что все найкраще все найкрутіше уже ними сказано дно пробито але вони здається будують собі якийсь підземный бункер на багато-багато поверхів пробиваючи шар за шаром одним словом такого не очікували навіть ми російська пропаганда в ударі ну для начала скажем что строго говоря это и вообще-то не операция почему потому что она не соответствует ну согласно критериям оперативного искусства не по боевому не по численному составу и не по количеству привлеченных так сказать объединений оперативного уровня поскольку вооруженных сил украины вообще нет оперативных объединений чтобы проводить операцию нужны как минимум полноценные армейские корпуса со всем комплектом соответствующих средств усиления и общевыисковые как минимум армия уж не говорю оперативно-стратегических объединениях вот таких армий корпусов у них нет только бригады и россыпи они за 900 с лишним дней войны еще даже никак не смогли сформировать хотя бы одну дивизию далее президент зеленский сказал что мы показали свои возможности но по большому счету ничего они там не показали не показали почему потому что ну результат то в общем то не очень значительный показали они даже этот результат только потому что там ну не было соответствующего количества войск сил не было проведено фракционное оборудование местности ну то есть задействовали фактор внезапности неожиданный срез реальности которая сейчас оказывается преобладает на западе выдал президент чехии пётр падал один из самых преданных сторонников украины в интервью new york times заявил что зеленскому и всем кто его поддерживает нужно все-таки быть реалистами освобожденные территории как он выразился навсегда останутся под контролем москвы более того павел который не только президент чехии но и бывший высокопоставленный генерал нато заявил что говорить о поражении россии совершенно бессмысленно по его словам этого просто никогда не случится ведущую роль в лоббировании дальнобойных ракет теперь играют лидера великобритании финляндии дании уходящий на пенсию генсек нато ну и конечно прибалты от которых почти ничего не зависит но русофобии у балтийцев хоть отбавляет по информации new york times это гоп-компания теперь станет давить на байдена чтобы тот снял вето на удары западными ракетами по россии про российских политиков украинцы неожиданно записали даже канцлера германии шольца в нее в нью-йорке шольц встретился зеленским и заявил что не только не даст ему свои таурусы но и не станет просить байдена идти на эскалацию с путиным приезд украинского попрошайки прокомментировал и трамп дональд назвал приворожского скомороха величайшим в истории торгашом это прямая цитата мол каждый раз когда зеленский приезжают в америку он возвращается с миллиардами долларов более того сын трампа дональд младший фактически обвинил зеленского во вмешательстве в выборы на стороне естественно демократов и речь даже не в том что первой локации зеленского в сша стал ключевой штат пенсильвания а в том что просроченный позволил себе критиковать кандидата вец-президент джейди венса за его якобы радикальную позицию по украине особенно сильно республиканцев взбесило что свой рот зеленский открывает после второго покушения на дональда организованного про украинским фанатиком раутом только что зеленский дал новое интервью abc news сказал что скоро вы не поверите конец войны призвал союзников снять все запреты укрепить армию украины и подтолкнуть путину к миру в этом же интервью тот же самый зеленский сказал что его план завершения войны не предполагает вообще никаких переговоров с россией а вот по поводу затягивания европейских стран в этот конфликт уже ну как скажем напрямую да не так как это происходит сейчас тут голова зеленского ермак он же за него мыслит и решает его направляет сказал что одним из пунктов этого плана значится приглашение украины в нато и тут возникает вопрос ермаку уже кто-то дал какие-то гарантии того что украину пригласят в нато и вообще приглашение украины в нато оно имеет какое-то значение можно пригласить но можно ждать этого приглашения десятилетиями политический момент поэтому вот эти два флажка которые они всегда поднимают это приглашение нас евросоюз и приглашение нас на то они не могут спустить они обязаны с ними ехать но института скажем так в рамках голосования эту процедуру будет практически невозможно провести мы знаем что и венгрия уже сказала что будет блокировать да и поляки последние выступления которые были последние значит последнее время они говорят о том что они тоже будут голосовать скорее всего негативно и самое главное на то четко не прописана процедура как принимать страну который находится в в режиме ведения боевых действий какими территориями каким образом ну и на то это все таки не союз связанные с пожертвованиями это большие траты страны в нато поэтому американцы например очень часто говорят а почему мы тащим на себе этот союз когда европейские страны должны повышать взносы поэтому я думаю что конечно же нет но по тем предложениям по плану зеленского нужно понимать что это не гранитная плита в которой вот написаны пункты их нельзя изменить это набор опций и здесь конечно зеленский везет не только с требованием к сша дать денег дать вооружение втянуть нас какой-то альянс это конечно еще и список требований давления на союзников мы видим что австралия вдруг ни с того ни сего заговорила что на танки абрамс готова передать мы видим что шольц находится под постоянным давлением по поводу значит ракета ту и вообще передачи своих самолетов шведы вдруг заговорили что может быть нам гриппин и самолеты передать это не просто так это не из-за того что страны захотели это очень сильное давление американцев и зеленский приходит от вас ничего не надо деньги оставьте себе и их заставьте это сделать и вот в этом отношении конечно скорее всего какие-то решения пройдут ну и военная составляющая тоже входит в этот план я напомню что летом когда выделялся 61 миллиард долларов поддержки на украину сенаторы записали пункт что там должен быть план как эти деньги будут потрачены к чему мы придем и военный аспект который недавно представили сенату за закрытый секретный план ведения боевых действий вот он сейчас реализовывается и скорее всего зеленский как раз приехал либо синхронизация этого плана либо с новыми предложениями до внести скажем так что что можно делать потому что мы видим вопросы связаны с эскалацией сейчас часто обсуждаются и разогревание общества что якобы россия угрожает атомным электростанциям на территории украины это такие предвестники того что возможно провокация будет и в этой области а вот совершенно я думаю что любая мама лучше меня знает какие качества нужно прививать своему сыну это знаете это да но как бы к любой маме хочется услышать это именно от вас вы знаете самое главное чтобы он был добрым порядочным человек чтобы он был любим и чтобы его любили вот для этого нужны душевные качества причин всего и вот это кроме женщины кроме мамы я думаю никто не в состоянии конечно роль отца очень велика я даю себя в этом отчет очень велика но но вот все все самое основное в человеке закладывается с первых дней его жизни с первых дней именно все это же это когда психологи говорят все идет из семьи все от мамы идет это сто процентов и потом уже все накладывается накладывается постепенно так что роль женщины здесь уникальная просто она уникальна на почему мы все так маму любят но первый человек до первых человек и очень достаточно долго на и дети живут именно в мире мамы да вот все связано только с мамой все и все идет все так концентрируется оттуда все протестекает поэтому поэтому вот чувство добра справедливости любви вот это самая главная основа без которой вообще невозможно ничего понятно что вот child free если называть вещи своими именами ну это бред это вот вражья на вид который ну просто не имеет права на существование потому что он не имеет а как относиться к тому что люди говорят мы не будем заводить детей потому что мы пока не можем их обеспечить вот эта позиция она имеет права на существование ну я думаю что это тоже где-то более тонкая но тоже искушение дьявольская потому что дьявол он человека искушает по-разному иногда очень топорно как в первом случае но иногда найти подход к сердцу человека так вот напрямую невозможно и как враг иногда дает бой так сказать лицом к лицу своему противника иногда вынужден какие-то находить лазейки обходные для того чтобы врага обмануть обольстить так что это вот вторая причина когда дьявол внушает что детей там невозможно каким-то образом содержать и как показывает статистика мировая статистика как раз уровень жизни людей так сказать или материальная их обеспеченность далеко не всегда вот отражается на рождаемости ну да люди живут очень и очень скромно но тем не менее очень любят детей они этих детей рожают и эти дети не становятся несчастливы чего-то лишены там вот каких-то изобилий понятно может быть такие родители не готовы каждого ребенка обеспечить каким-нибудь там крутым мерседесом или там еще какими-то сверх благами но которые на самом деле не нужны человеку для такой нормальной обычной жизни но вполне счастливую комфортную жизнь обеспечить детям способны всякие особенно в нашей стране особенно в последнее время у нас в епархии довольно много священников многодетных я вот наблюдаю как было еще 20 или там 30 лет назад довольно действительно сложно многодетным семьям потому что по сути дела рождение воспитание детей было отдано как бы полностью сферу ответственности родителей этой сферы и когда папа или мама вот на свою собственную зарплату могли содержать одного ребенка но если у них 10 детей то эти же самые средства распределялись между десятью детьми и но в настоящий что и говорить вода это не отдельно стоящая проблема это целый клубок проблем про отсутствие горячей воды уже сколько переговорено ну что это такое крымчане в 21 веке живут без горячей воды подогрев не обеспечивается централизованно про состояние коммуникации я уже упоминала и ток люди ставят себе электрические бойлеры и воду ими греют и отапливаются понятно к чему это приводит к увеличению нагрузки на энергосистему полуострова с которой у нас тоже еще работать и работать сейчас еще тепло да люди просто включают бойлеры но скоро наступит отопительный сезон и есть ощущение что крым энерго придется вводить не графики отключение электроэнергии а графики и и включений обстановка у нас в принципе получается рабочая конечно вот сказать что прям у нас все хорошо что все красиво этого тоже не скажешь да есть много рабочих моментов ежедневно противник пытается продавиться хотя последние дни уже действительно понеся очень большие потери вот именно на нашем суджанском направлении он уже где-то можно сказать даже утихомирился в то же самое время если говорить о кореневском направлении то есть туда вниз наш плаву правый фланг получается получается такая картина что противник вчера позавчера эти несколько дней активно пытается продавиться для того чтобы остановить отвлечь на себя внимание и остановить те наши наступательные силы которые как раз освободили за раз 10 населенных пунктов потом у нас получается другие подразделения потихоньку двигаются освобождают по одному населенному пункту там ну в общей сложности рабочая такая обстановка когда мы действительно потихоньку выдавливаем противника уничтожаем его и в конечном итоге конечно даем ему понять что при любом раскладе ему здесь не удержаться долго для уверенного долгосрочного развития внешнеэкономических связей необходимо повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру а также площадки для производства производственной кооперации при этом принципиально важно стимулировать выход на российских выход российских компаний на рынке товаров с высокой добавленной стоимостью увеличить так называемый несырьево не энергетический экспорт в том числе поставки товаров машиностроения продуктов питания и так далее отмечу что с 2001 по 2023 годы объем несырьевого не энергетического экспорта россии вырос более чем в четыре раза это хороший результат четыре раза не какие-то проценты четыре раза с 36 до 148 миллиардов долларов это конечно далеко не предел для нас это еще на самом деле не так уж и много а вот за первые семь месяцев текущего года ни сырьевой не энергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на пять процентов до 89 и 80 миллиарда по некоторым направлениям например по поставкам продуктов питания россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров такой результат это конечно в первую очередь заслуга специалистов трудовых коллективов предприятий а также институтов развития руководителей регионов и федеральных органов власти которые оказывают им поддержку в послании федеральному собранию а затем и в указе о национальных целях развития был поставлен ориентир а именно к 2030 году увеличить не сырьево не энергетический экспорт как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом и если на великих своих пропагандистских каналах они еще намагаются как-то структурувать те что они рассказывают намагаются дотримуватись принайменьше видимых ознак журналістики то их социальные мережи это как правило как раз в векно в истину в правду те чего они никогда не показывают на их их каналах обовязково мы находим в их социальных мережах взагалі руси яни и все фильмуют снимают и ведут свои страницы это как агенты Киева которые бесконечно нам показывают что мы все делаем правильно что война отображается и на жизни звичайного недорогого россиянина про будни про те что они переживают что и с ними сталося что взагалі они выкладывают и чим дилятся у своих социальных мережах подавим ось далее на вахере пришла квитанция заводу сейчас я вам покажу пришла квитанция у нас вот стоять счетчики но дело в том что мы пока не передавали показания и пришел пришел счет за месяц две четыреста двадцать девять рублей на человека четыреста двадцать девять рублей на человек если получается десять человек прописаны круче платить четыре пятьсот если два человека то 850 и 850 и дохрена ли за эту воду 850 рублей за двоих холодного освещения короче норма водоотведения на одного человека 394 литра в сутки ребят подскажите пожалуйста что делать данной ситуации надо пойти и сказать что у нас стоит четчики или что пойти передать показания круче не знаю что делать ребята всем привет я приехала в город донецк город герой все думали что я не могу доехать сюда все меня многие ждали я здесь освободитель спрашивает путина где выплаты по ранению меня зовут палку санитин являюсь участником специальной военной операции на специальной военной операции я получил четыре ранения последним было в средней тяжести это полевое ранение и осколочность считается как средней тяжести ранения с того времени я получил только 200 тысяч рублей единовременная выплата от донецкой народной республики что обещали по законодательству российской федерации выплатить о три с половиной миллиона рублей за средней тяжести ранения мне не выплачено сижу в окопе вот так вот руку наверх поднимаю и жду когда три с половиной миллиона рублей прилетит прилетели я быстренько перебинтовал и вторую ногу так вот поднимаю тоже жду еще три с половиной миллиона рублей перелетели гладицкий попил дух перевел достал калькулятор считаю три с половиной умножить на четыре путин где 14 миллионов рублей я обошел всех врачей собрал все документы и отдал военный госпиталь наши нашего города самара после этого мне сказали просто ожидать и ожидаю уже восемь месяцев прошу вас разобраться в моей ситуации помочь мне в этом белоусов герасимов мне чтоб коллектором обратиться ребят хочу поделиться историей одной вообще конечно потрясла она меня значит я вам когда-то в интервью с екатерина радуга рассказывала что у меня был там один несостоявшийся ухажер который мне озвучил такую фразу ой я бы тебя пригласил куда-то в заведение но типа у меня денег нет а я вам как-то рассказывала брат его были в клубе украл у девочки с которой я была кусок торта от семей когда воспитание мужиков и вот представьте оказывается это не единичный случай я думала этом знаете со мной там сами такое произошло оказывается нет звонит мне получается один мой знакомый назовем его рома который вот этих братцев тоже знает и говорит слушали на это кошмар горту время ты его схавала и отстранила от себя и что случилось и слушая это были мы в заведении в клубе сидели говорит там компания еще там пара с ним сидела их тоже знаю хорошо говорит сел под сел к нам этот там что-то там выпили мы вместе заказал говорит текилу выпили говорит мы вместе там и а потом он ушел в конце приносят счет и его текила в счете у этих ребят это официант гортачок горном нам посчитали даже тон пил гордака он рассказал вам посчитали счет он это может он как проститут на этот мой приятель просто друг мой говорит слушай может он типа ну как проститут решил что я за него заплачу и сегодня вечером типа буду его ну чпок он и так я побрезгую говорит таких в общем мы после этого решили дать ему погонялова проститута не знаю я честно ромни еще на глаза не попадался но я просто не представляю если я его увижу ну что я ему скажу можете себе представить так себя опустить как мужик себя просто загнал на дно у него здесь об этой истории знаю я знаю тоже мои там приятели то есть но знаю там в клубе вообще как мужик себя позиционирует девочки такие мужики держитесь подальше не он даже чашку кофе не купит а еще вас объедят торт вашу крадут и обопьют счет свою текилку включат ну так вот так же держимся подальше от таких недоразумений он и короче освоил для этот робот пылесос но теперь можно и покачить пивка холодненького и сухарики десны погрызть а сейчас я встал пораньше подразбудила немного своим звонком опять там учительница домашний вот трое детей поняли трое детей у макара отличная учительница у женьки тоже хорошая все нормально нет машем маша как козел отпущения классе то плохо пишет то еще что-то а вот отправьте ее туда на аха и и проверят это ребенок это ребенок естественно нам плохо пишет походе на дистанцион вот сидели занимайся учи ты учительница учи я не пойму этого всего у тебя педагогическое образование или у меня занимайся а по поводу учительницы у той у меня аж прямо под это самое я уже ходила разговаривал я сказал я никуда ну свою ребенка говорю не на какие комиссии управлять не буду нормальный ребенок она шо у тебя на ту сидит на уроках трусы снимает или постул тебе прыгает она горит не какая-то не такая еще раз подойдет я наверное это самое схожу в какую-нибудь станцию тен станцию хай проверят заслуживает ли она свое место и на финал незайвым буду вам нагадати что для нас друзей украй важливо звісно теражувати всю правду иронию над россиянами и звісно же те в чом они как и завжди збрехали абрешт вони як відомо кожен раз коли роблять вдох и видох тож не забывайте пишите нам в подобайку аби це відео побачили якомога більше людей і звісно підписуйтесь на youtube канал курва нова лайф чим більшою буде армія наших однодумців тим гучніше луна тима українська правда українські наративи ну і звісно тим важче росіянам буде продовжувати сипати своє іпсо проти нас і їхню пропаганду не забувайте коментувати абсолютно все що ви почули побачили як і завжди хочу побачити ваш розбір улюблених фрагментів бо ми працюємо ще й для того аби трошки підіймати вам настрій це під час війни ніколи не буває зайвим бережіть себе бережіть Україну до зустрічі